И вот последний бой сегодняшних финалов, бой, который мы ждем с особым нетерпением, с особым волнением, и это понятно. Сейчас на ринге появится, в зале появится и возойдет на ринг Рахим Чехкиев, тяжеловес из России. А вы видите его соперника, чемпиона мира Клименте Руссо, итальянского боксера. Это своеобразное, ну не своеобразное, это просто повторение чемпионата мира прошлого года, который прошел в Чикаго. Именно эти боксеры встретились тогда в ринге с минимальным преимуществом, с отчетом 8-7. Победил тогда итальянец. Ну, мы еще поговорим, наверное, вспомним, как это происходило. Но желаем сейчас, конечно, успеха нашему боксеру. Все за него болеем. Он очень хорошо и ярко проявил себя на этом турнире. А вы знаете, уважаемые любители бокса, дорогие друзья, боксеры перед тем, как выйти на ринг, они готовятся, понятно, они волнуются, мандраж, это все понятно. В прошлой жизни я тоже выходил на ринг, я волновался. Но поверьте мне, так как волнуюсь я сейчас, и какой у меня мандраж перед этим сбоем, словами передать не могу. У меня такого не было никогда. Я очень хочу победы, как, впрочем, мы все очень хотим победы нашему боксеру. С Богом, Рахим. Непростой поединок предстоит Чехкиеву. Очень серьезный и сложный соперник. С великолепной защитой, неудобной, прекрасно двигается. Тоже я вот говорил во время первого поединка. И сейчас повторю, что он за все время, за весь турнир пропустил всего лишь 6 ударов. Вы знаете, Борис, наш Чехиев, уважаемые любители бокса, правосторонний стойк, он лишь 6, что касается Руссо, итальянского боксера. Он чем опасен и неприятен, он очень, вы знаете, вот такой гибкий и очень изворотливый. В нем очень нестандартный, как, впрочем, все балансовые люди. Он нестандартный, он уходит от удара, он борется. Вы знаете, какие-то у него корявые, полукорявые удары. И с ним надо быть очень внимательным. Очень внимательным. И самое главное, самое главное, Чехиеву не бросаться одним ударом. То, что он сейчас сделал и промахнулся. Потому что последует контратака, это может быть опасно. Но если Рахим попадет одним из своих ударов, а у него, напомню, очень-очень сильный удар, то он может, конечно, как-то потрясти и вывести из колеи своего соперника. Вы знаете, попасть одним ударом можно. Но можно и промахнуться. И получить в ответ. В ответ. Попасть очень сложно, потому что соперник готов к этим атакующим. Керильная атака проходит одиночной очень сложно. Крепкие ребята никак не могут приспособиться друг к другу. Да, это и самая категория 91 килограмм. Первый тяжелый вес, уважаемые телезрители. Здесь очень серьезные силы, очень серьезные сильные удары. Но здесь цена ошибки настолько велика. Не просто пропустить удар соперника. А если можно пропустить, и можно просто оказаться на стиле ринга. Я вспоминаю опять финальный бой на Чемпионате мира, когда в четвертом раунде Чехтьеву надо было отыгрывать одну очко. Но он почему-то подумал, что это сегодня третий раунд, и впереди еще две минуты. И не был активен. Посмотрите, одиночным ударом, вот чего я не хотел, чтобы он бил одиночным. Надо сдваивать лево. Слева по корпусу, слева в голову. Повторный удар, обязательно блюд пройдет, повторный удар у Чехтьева. Одиночные, видите, они свистят по воздуху. Поддерживает зал нашего боксера. Вы это прекрасно слышите. Вот так попал. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Ну, опять же, вот напряжение, цена штипки велика. Здесь, ну, как сказать боксерам, что как в такой момент быть расслабленным или шнепоченным? Очень тяжелый, очень напряженный проединок. Вот такой бокс, наверное, мы будем видеть с вами на протяжении двух раундов. Абсолютно равные соперники. Абсолютно равные соперники. А что видео? Абсолютно равные соперники.